В энергетике мы ждем какую-то инновацию, мы не знаем, какая успеет первой. Что это будет? Будет ли это солнечные зонтики на орбите, будет ли это нью-гидро, будет ли это термоэзерный синтез, будет ли это что-то еще. Но мы явно это ждем, там идет конкуренция, это произойдет достаточно скоро. В производстве мы тоже уже более-менее знаем. 3D-печать и робот. Мы можем ошибаться, может быть на место 3D-печати придет что-то еще более интересное, но пока вроде бы тренд такой. В сельском хозяйстве я говорил сегодня, еще перед первой серией, морская вода, клонированная ткань. Две инновации, которые на этот... Что, время кончилось? Ура. Это два тренда, которые сейчас будут идти. Нет у меня времени рассказывать Майсис, как они изменят мир, но вы сами это можете себе представить. Книгопечатание, понятно, что становится сувенирным бизнесом. Прувинг говорил. СМИ, похоже, действительно будут умирать. Не будет средств массовой информации через некоторое время. Будет opinion places, так же как marketplaces появились сейчас для товаров. Будет новостное агентство с Прувингом. Интересная вещь, похоже, будет происходить с банками. Сегодня банки это почти единственная, оставшаяся в живых, я пока рассказываю, возьму воды, я не ухожу. Единственная оставшаяся в живых вертикально интегрированная индустрия, где от сырья до конечного продукта работает один бренд. Да, банки собирают деньги, банки оценивают риски, банки вкладывают деньги. Это неправильно. Так быть не должно, так нет уже нигде, так нет в продтоварах, так нет в промтоварах, так нет в опорыле, так нет в образовании, так нет нигде. И банки начинают к этому двигаться. Тот, кто умеет хорошо собирать деньги, будет собирать деньги. Тот, кто умеет хорошо раздавать деньги, будет раздавать деньги. Может быть, это будут одни и те же, потому что это примерно одно и то же. Тот, кто умеет хорошо считать риски, будет считать риски для всех, потому что считать риски для всех всем дешевле, а они все равно считаются более-менее одинаковыми. Тот, кто умеет хорошо маркетироваться, будет заниматься маркетингом всей этой системы. В результате, через не знаю сколько лет, я каждый раз рассказываю, еще раз расскажу, в 1897 году в огромном и очень ответственном ресерче было сказано, что через 25 лет, скорее всего, электроосвещение будет доминировать над газовым. Газовое освещение не осталось через три года. Это к вопросу о том, как быстро меняется картинка. Не знаю через сколько, но вы не будете знать, где ваши деньги, вы не будете покупать конкретный банк, вы не сможете сказать, я держу деньги в Альфа-банке. Потому что будет маркетплейс для размещения денег, вы будете выбирать ставки, риски будут все одинаковые, потому что будет конкуренция рейтинговых, рисковых агентств, которые будут выигрывать агентства, которые лучше оставаться на рынке и так далее. На уровне логистики поставок похоже, не буду тоже останавливаться, потому что времени мало, похоже, что на уровне продуктов питания будет работать изучение паттернов поведения. И поставки продуктов питания будут как бы just in time, just in case, просто потому что еда будет становиться объективно дороже, людей становится больше и не хочется выкидывать. Мы сегодня выкидываем 45% еды производителя. Индустрии будут сокращать эти издержки за счет дистрибуции. А на уровне бытовой техники и товаров длительного пользования, скорее всего, будет приордер, ровно по той же причине. Компании, которые сделают эффективный приордер, у них не будет стока, они не будут тратить деньги на хранение и на выбрасывание моделей, которые все быстрее и быстрее меняются. У нас сейчас Apple выпускает, по-моему, одну модель в год, да, новую. Ну, понятно, что для того, чтобы конкурировать с каким-нибудь будущим, Apple 2 и Apple 3, мы придется выпускать раз в три месяца модель. Раз в два месяца модель. Они могут, они сейчас задерживают искусственно эти вещи, для того, чтобы продать больше предыдущей модели. Вот, поэтому, скорее всего, будет просто переход на тотальный приордер, для того, чтобы не иметь стока и иметь возможность конкурировать. Про жилищное строительство я сказал два слова. Скорее всего, мы будем просто менять локации, будут появляться новые места размещения людей, новые города, новые такие. Я не помню, как этот фильм был про то, как на орбите поселились привилегированные люди, а на Земле остались все, у кого нет денег. Был какой-то такой фильм недавно. Элизиум, да. На Земле будут появляться такие элизиумы в большом количестве, потому что онлайн, потому что вам не нужно, собственно, попадать уже обратно в то место, где ваши работы. Если у вас есть деньги, вы поселитесь в хорошем климате. Очень много сейчас говорят про то, что начали выпускать машины, автомашины без водителей. Все говорят о том, что скоро у нас не будет водителей, а потому что автомашины сегодня уже научились делать, которые сами могут ездить. Вот я позволю себе утверждать, что это неправда, так не будет. Не в смысле, что водители будут. Водителей не будет. Но и машины, которые сегодня выпускаются без водителей, это игрушка, это сувенир, который никому не нужен. Так работать это не будет. Система эта начнет работать тогда, когда появится интегрированная среда вождения. Когда ваша машина будет подключаться к общему компьютеру, выезжая на дорогу, и компьютер будет ее управлять общей, а не вашей машиной. Только тогда эта система будет эффективна, и только тогда она начнет работать. Когда это будет, когда мощность компьютеров будет такой, что будет дешевле сделать интегрированную среду, чем выплачивать страховки по авариям. И только тогда, и раньше этого не будет. И страховые компании будут заказчиками разработки этой среды, потому что им это будет дешевле. Когда это будет, не знаю, опять же, ровно так же, как с фонарями. Но думаю, что скоро, я думаю, что... Ну, я думаю, что я доживу до этого. Я не знаю, мои дети точно должны ездить в таких машинах. Вот. Что касается людей, мы... Здесь все проще. Мы уже видим с вами два тренда. Один, все о нем говорят, пренатальная инженерия. Когда ребенок будет до рождения собираться, мы уже немножко это умеем, да, на искусственном, экстракоправильном оплодотворении. А скоро мы научимся это делать на обычном оплодотворении, так сказать, рутинном. Я не знаю точно, как. Но явно, что сейчас научные исследования идут в области того, как на уровне нескольких клеток эмбриона провести его коррекцию. Конечно, понятно, что здесь есть спрос. И спрос не со стороны родителей. Это не, пусть мой ребенок будет похож на Демиса Русаса, это другое. Спрос со стороны государства. Государству не нужны инвалиды. Государству нужны физически здоровые и сильные люди, которые будут жить долго и хорошо работать. Государства и страховые компании, которые страховывают жизнь, будут вкладывать в это деньги, вкладывают на самом деле. То есть мы скоро получим немножко гаттоку. Если кто-то знает этот роман, то есть мир, когда люди конструируются. Это будет в 21 веке, конечно, это очень близко. А с другой стороны, нам, как я уже сказал, нам нужно, чтобы люди очень долго работали. И вообще говоря, экономике не выгоден человек, который долго болеет перед смертью. Который в 60 лет слабоумный, в 70 лет у него рак, а в 85 он умер. Это невыгодно. Экономике не выгоден человек, который умер в 60 лет тоже. Потому что экономике нужен потребитель, а не только производитель. Еще раз. Экономике нужны долго живущие, работающие до смерти люди, радостно умирающие на рабочем месте.